Добрый день, дорогие водолеи, а также те, у кого асцендент находится в знаке водолей. Это гороскоп для вас на февраль 2022 года. Но вначале я хочу вас поздравить с днём рождения. И пусть, дорогие водолеи, этот год будет самым лучшим для вас. Пусть сбываются все ваши мечты, все ваши желания. И весь год вас сопровождает и любовь, и здоровье, и удача. Как вы знаете, я уже давно не делаю гороскопы на месяц. И всё это потому, что у них было очень мало просмотров. Хотя вы всегда просите их в своих комментариях. Но в этот раз, пока я болею, я решила ещё раз попробовать вернуться к этим гороскопам на месяц. Но опять же, буду ли я их делать, будет зависеть от ваших просмотров. И пока я вижу и убеждаюсь в том, что просмотров очень мало. Это значит лишь одно, что вам эти гороскопы на самом деле не нужны. Я была уверена, что даже не доделаю ваши гороскопы до конца для всех знаков зодиака. Но вот только из уважения к вам я решила это сделать. Сделать эти гороскопы для всех, закончить их, чтобы никого не обидеть. Итак, дорогие водолеи, февраль для вас будет очень важным месяцем, важнее, чем для других, поскольку в этом месяце вы будете главные. Основной темой февраля будет всё, что связано именно с вами, с темами вашего первого дома. А также здесь, в вашем знаке, в вашем первом доме состоится ещё и новолуние. Первый дом – это дом личности, это вы сами, ваше я, ваш внешний вид, ваши намерения, желания. Всё, что связано с вами. И вот любые перемены в жизни, которые будут касаться вас, это ваш первый дом. И такое происходит только один раз в году, когда Солнце и новолуние находятся в вашем первом доме. И это время, когда вы можете управлять вашей судьбой и налаживать все сферы своей жизни. Конечно же, вы должны этим воспользоваться. Это как будто бы ваш Новый год, поскольку начинается новый астрологический год для вас. Новый годовой цикл. Поэтому месяц очень-очень важный. Постарайтесь в этом месяце найти время для того, чтобы подумать о своих планах, подумать о том, что вы хотите достичь на протяжении этого года. Мечтайте, верьте в свою мечту. И сейчас планы лучше записывать. И лучше, если вы это сделаете уже до полнолуния, которое произойдёт 16 февраля. Ну, что именно энергии планет могут принести вам в феврале? Если коротко, то это смена имени, смена фамилии, любые перемены в вашей жизни, в вашей личности, дорогие водолеи. Это и прическа, и одежда, и гардероб. Ваш стиль, ваши манеры. Перемены в ваших отношениях. Перемены в вашей личной жизни, и перемены в работе, в учёбе, в вашем статусе. Поскольку всё, что касается вас, здесь может произойти всё, что угодно. Солнце – планета, которая отвечает и за уверенность, и за наши амбиции, и за наш авторитет, за наше эго. До 18 февраля находится в вашем знаке, в знаке водолей, в вашем первом доме. Первый дом – это и ваш ум, и ваши таланты, и ваш темперамент. И характер, как я сказала, это все сферы жизни, которые связаны с вами. И я не могу здесь всё перечислить. И вот здесь солнце в первом доме высветит вас своими лучами, обогреет вас, покажет вас другим людям. А ещё солнце управляет вашим домом брака и отношений. И солнце высветит также лучами для вас этот дом, и покажет, что же происходит в вашей семье, в вашем браке, в ваших отношениях. Солнце покажет настоящее положение дел и в вашем первом доме, и в седьмом, в ваших отношениях с другими людьми также. Ну и, конечно, сконцентрирует вас, сделает для вас важными всё, что касается именно вас, лично вас. Солнце будет давать вам свою энергию, наполнять вас силами и здоровьем. Вот если последний месяц вы, возможно, чувствовали себя неважно, у вас не хватало энергии, то сейчас, конечно, энергия будет возрастать. И большую часть этого месяца вы будете заниматься собой, будете посвящать себе своей самореализации, привлекать к своей персоне много внимания. И это правильно, так и нужно поступать. Захочется больше раскрываться в отношениях, в семье, с близкими, привести в порядок своё тело, создать какой-то новый имидж, выглядеть по-другому. И, с одной стороны, в этот период, во-первых, солнце даст вам амбиции, даст вам желание, принесёт. И вот в этот период то, какими вы будете, дорогие водолеи, ваша хватка, ваша амбициозность, ваша уверенность в себе. Другие люди могут вам в этом даже завидовать. Но, с другой стороны, вы иногда можете быть в течение месяца просто невыносимы. Вы можете быть излишне эгоистичны, хвастливы и вообще зациклены только на себе, на своей персоне. Но это такой период. И даже вот ваши самые близкие люди, ваши любимые, они могут разочароваться вас в это время. Поэтому всё-таки старайтесь умерить ваше эго и не забывайте о других. Думайте о других тоже. 1 февраля у вас, 1 февраля здесь же в вашем первом доме в 13-м градусе водолея произойдёт новолуние. Новолуние, как вы знаете, это новые возможности, новые двери, которые открываются перед вами в течение месяца. Но для вас, дорогие водолеи, эти возможности могут открываться в течение года. Здесь же, в вашем первом доме, о котором мы с вами уже так много говорили, вот здесь произойдёт новолуние. Для вас это начало личного нового года. Это ваше время. Поэтому, опять же, садитесь и в течение двух недель составляйте планы на год. Пришло ваше время, время показать себя, менять свою жизнь, начинать жить по-новому, переезжать, менять что-то в себе, менять свой гардероб, имидж, менять работу или пойти учиться, возможно, завести семью или родить ребёнка. Но некоторые из вас вот здесь могут изменить свои отношения. Ну, например, начать новые отношения или, наоборот, разорвать те связи, те отношения, которые вам уже больше не нужны, которые вам больше не приносят радость. И это тоже будет правильно. Вот все эти перемены, которые будут происходить, они пойдут вам только на пользу. Поэтому ничего не бойтесь. Особенно, если вы давно уже знаете, что вы хотите и как вы хотите. И вот уже в течение месяца, у кого-то в течение года будет происходить очень много событий в вашей жизни. И эти события, они не всегда будут заметны вот именно как события на физическом уровне. Может происходить что-то внутри вас, и вы будете меняться. Но также произойдёт что-то новое для вас, и вы решитесь. Решитесь на какие-то перемены, вы будете что-то менять в своей жизни. И больше всех это новолуние почувствуют те, кто рождены с 29 января по 4 февраля. Ну а те водолеи, кто родился начиная с 30 января или же 1 февраля, то вы можете вот эти перемены, которые самые разнообразные могут быть, они могут происходить в вашей жизни на протяжении целого года. То есть до следующего вашего дня рождения. Но также эта новолуния произойдёт практически в точке нахождения Сатурна. А как вы знаете, Сатурн – это строгий кармический учитель. Это планета, которая ограничивает нас, ставит нам препятствия, границы. И Сатурн не позволит вам делать каких-то резких движений. Он будет строго следить за тем, чтобы всё происходило по закону, по порядку, и во всём была дисциплина. И именно в феврале для вас появляется хороший шанс для того, чтобы показать себя. Но показать себя не просто так, а показать себя как взрослого человека, как зрелую, сильную личность. Например, вы можете показать на работе, что вы очень профессиональный и незаменимый сотрудник. Вы можете показать, что вы хороший и верный друг. Или же вы очень хороший и верный супруг или супруга. Но вот вы о себе можете заявить, как о человеке, который серьёзно относится к жизни, серьёзно относится к отношениям, к семье и готов брать на себя ответственность. Ну а если же вы не готовы к этому, то Сатурн будет убирать из вашей жизни всё лишнее. Готовьтесь. Сатурн может заставить вас прожить такое непростое время, когда кому-то может казаться, что никто на вас не обращает внимания, никто не хочет вам помогать, что вы никому не интересны и не нужны, никто вас не любит, не заботится о вас. И со всеми проблемами вам приходится справляться одному самим. Но это такой период для того, чтобы всё ненужное ушло из вашей жизни, и вы сами закалились как сталь и научились справляться со всеми проблемами сами, в одиночку, и отвечать за свои поступки, дорогие водолеи, брать на себя ответственность. Сатурн очень важен для вас, поскольку он находится в вашем знаке, и здесь он у вас будет находиться ещё долго. Сейчас всё будет зависеть только от вас самих, и вы должны это понимать. И если что-то пойдёт не так, дорогие водолеи, то виноваты в этом тоже будете именно вы и никто другой. Не перекладывайте ответственность на других людей. Сатурн начал наводить порядок вот в вашем первом доме ещё в 2020 году. И в 2021 году он продолжал это делать, и сейчас он продолжает, и возможно, что многие из вас уже почувствовали это. И те, кто это почувствовал, кто понял, кто осознал, кто начал работу над этими темами или в 2020, или в прошлом году, то возможно, что именно сейчас, в феврале, вы можете получить долгожданный результат, который вы так давно хотели получить, но никак не могли. И сейчас больше других, вот давление Сатурна, экзамены Сатурна могут на себе испытать те водолеи, кто родился с 3 по 9 февраля. Сатурн – это очень медленная планета, это единственная планета во Вселенной, которая может приносить события уже после своего транзита, когда он закончился. Поэтому вот всё вышеперечисленное могут почувствовать не только водолеи, которые родились с 3 по 9 февраля, но и водолеи, рождённые с 20 января по 3 февраля. 4 февраля произойдёт соединение Солнца и Сатурна. Здесь же в вашем знаке, в вашем первом доме. И, как вы знаете, как я уже сказала, планета строгая, Сатурн, и вблизи этой даты Сатурн может ещё больше добавить вам ответственности. Ну, например, кто-то из вас решит взять на себя ответственность Сатурна в виде брака, в виде вступления в брак, в виде создания семьи или рождения ребёнка, в виде новой должности, или же начнёте взрослую жизнь отдельно от родителей. Кто-то может начать строительство, кто-то может покупать своё жильё или арендовать, но вам придётся с этим справляться самим. И, возможно, даже в чём-то себя из-за этого ограничивать, поскольку вам понадобятся деньги на всё вышеперечисленное. Придётся быть ответственнее, взрослее и серьёзнее. Напишите, пожалуйста, в комментариях, дорогие водолеи, как же вот этот аспект отыгрывается именно у вас, что приносит вам Сатурн. И, конечно, Сатурн потребует от вас, чтобы вы действовали по правилам, по закону. Возможно, что кто-то из вас садился на какую-то диету, занимался своим здоровьем, что-то пообещал Сатурну, и теперь вы, возможно, будете жить по такому строгому распорядку. Но всё, что новое будет приходить сейчас в вашу жизнь из вышеперечисленного, оно будет с вами надолго. Возможно, даже на целые 30 лет. И это будет очень стабильно. И особенно это будет важно для тех водолеев, кто родился со 2 по 6 февраля. Фоновым аспектом этого новолуния будет секстиль Марса и Юпитера. И этот секстиль коснётся вашего 12-го дома. Это дом уединения, тайн, прошлого, врагов, дальних земель, ограничений. И второго дома. Это дом денег и ценностей, денег, которые вы зарабатываете сами. И эта мощная энергия каких-то счастливых совпадений, удачных возможностей свяжет вот эти ваши два дома. Марс – это энергия, а Юпитер – это удача. Ну, во-первых, здесь могут проиграться такие события, как появление каких-то возможностей. Возможность быстро продвинуться в делах, связанных с вашим прошлым, решить какие-то проблемы. Возможно, вы рассчитаетесь с вашими долгами или кредитами, найдёте хорошую работу, хорошо оплачиваемую, или подработку. Или же могут появиться также тайные подработки, тайные доходы, которые, скорее всего, вы будете скрывать от других людей. Ну, а также может этот аспект принести улучшение в вопросах вашего здоровья. Могут появиться и возможности, и деньги, и на лечение, и на поездку за рубеж, на путешествия, на поездку в санаторий или просто на отдых. А также у кого-то даже может появиться возможность эмигрировать в другую страну для того, чтобы улучшить свои условия жилищные и заработать, конечно. Неожиданные события также могут происходить в районе 8 февраля. Вот здесь Марс из вашего 12 дома будет в тригоне Курану, который находится в вашем четвёртом доме. Четвёртый дом – это ваша семья, это место, где вы живёте, это ваша недвижимость, ваш род. И вот вблизи 8 февраля могут здесь происходить неожиданные перемены, поскольку это аспект неожиданности. И уран – это ваша планета. И этот аспект может кому-то принести неожиданное решение о переезде, в том числе о переезде за границу, в другой город. Может появиться возможность купить недвижимость даже в другой стране, или неожиданный приезд родных, может быть, тоже из-за границы или из другого города. Ну, или же отъезд, отъезд до вашего супруга, вашего партнёра или ваших родных. И вот из-за этого может происходить смена места жительства. Может открываться какая-то тайная информация, которую вы скрывали или не знали, и из-за этой информации вы можете решить переехать. Но также Марс в старине с Ураном может принести кому-то просто желанные покупки техники, электроники в ваш дом или же неожиданные приятные новости в ваш дом. Кому-то могут вернуть долг, который вы долго ждали, для кого-то это может быть прибыль, или же вы можете получить также деньги, но за ту работу, которую вы когда-то сделали. Меркурий – планета информации, общения, документов, интеллекта, поездок. Как вы знаете, Меркурий был ретроградным, и 4 февраля Меркурий вышел из своего ретроградного движения в вашем 12-м доме. Уединение, ограничения, потерь прошлого, тайны. И, конечно, начинается хорошее время, чтобы отдыхать, чтобы побыть наедине со своими мыслями, уехать куда-то, возможно, пройти курс какого-то лечения, бросить вредные привычки, заняться своим здоровьем, пройти тренинги какие-то. И в этот период у вас могут опять в вашей жизни появляться люди из вашего прошлого. Вот это может продолжаться у вас весь февраль, дорогие водолеи. Или же вы сами можете узнать какую-то тайну. Кто-то будет работать над чем-то в одиночку в этот период. Но, опять же, будьте очень аккуратны, чтобы ничего в это время не потерять, не разбить. Например, документы или телефон, следите за своими вещами. Или же машину. 14 февраля Меркурий перейдет в ваш первый дом, перейдет в ваш знак. И вот здесь Меркурий продолжит решать вопросы, но уже оформлять их документально, те вопросы, которые у вас могли начинаться в Новолунии. И вторую половину февраля, конечно же, Меркурий добавит вам различных дел, которые связаны с документами, сообщением, звонков, писем, официальных документов. Во всех делах, которые будут связаны с вашим партнерством или с какими-то контрактами, договоренностями. И если у вас в начале месяца появлялись какие-то идеи вот по этому поводу, то уже ближе к середине февраля вы сможете сделать официальные запросы, подать заявку, начать какое-то оформление, это может быть и заключение трудового договора, брачный контракт или любой договор, в принципе, вот здесь это все может произойти. С переходом в ваш знак, дорогие водолеи, Меркурий сделает вас более активными, более подвижными. Вы будете много общаться, легко знакомиться, легко идти на контакт с людьми и будете быстрее мыслить, и это самое главное. Поэтому, если хотите куда-то пойти учиться, поступайте, поступайте на различные курсы. Со стороны, возможно, вы будете выглядеть немножко суетливыми, болтливыми, но такое может быть, когда Меркурий бывает у нас в первом доме. Но у вас будет много разговоров именно о вас самих, о ваших проблемах, то, что касается вас. И вы будете все время искать, как вы можете извлечь выгоду и пользу из всего, что будет происходить вокруг. Захочется больше заниматься собой, своим внешним видом, обсуждать что-то на эту тему, искать какую-то информацию. Ну, это хорошее время, поэтому занимайтесь собой. Но перед этим, 11 февраля, Меркурий уже в прямом движении, на выходе из своей ретроградной петли соединится с опасным Плутоном. И соединятся они в вашем 12 доме, о котором мы так много говорили. Дом прошлого, дом тайн, дом врагов, дом уединения, больниц. И вот здесь произойдет какая-то перемена, какая-то большая трансформация по темам вашего прошлого. Это что-то похожее, когда дверь в ваше прошлое закроется, закроется уже наглухо, после какого-то финального разговора. Кто-то может получить результат, результат по темам эмиграции, по темам уединения ваших болезней, больниц, когда окончательно принимается решение, например, об эмиграции в другую страну, кто-то может получить результат, результат, если вы работали с психологом, с эзотериком, когда разговор с кем-то полностью поменяет ваше отношение и к вашему прошлому, и к будущему, и во многое становится понятным. Когда происходит что-то связанное с вашим прошлым, вот здесь с болезнями, с тайнами, с вынужденным уединением, ну, будьте внимательны, вот в дни вблизи не нарушайте закон, поскольку в этот период могут возникать различные проверки различных инстанций, это и налоговые, и полиция, и другие проверки. И если вам есть что скрывать, например, тайные доходы, за которые вы не платите налоги, то вот здесь могут произойти очень неприятные события, поэтому не нарушайте закон ни на дороге, ни в документах. И поездки в это время тоже для вас будут неблагоприятны. Особое внимание уделяйте всем новостям, всей информации, которая будет к вам поступать вот в период с 9, 10, 11, даже 12 февраля. Не доверяйте всему, что вы слышите и что читаете. И опасайтесь бывать вот в этот же период в местах, где есть скопление людей. Не гуляйте ни в коем случае в одиночку, поздно, ночью, по темным улицам. Не нужно этого делать, не надо рисковать. Плутон, он часто создает опасности там, где мы совсем их с вами не ожидаем. Поэтому берегите себя, не рискуйте и не перетруждайтесь. Весь месяц в вашем 12-м доме уединение прошлого, тайны, завершения продолжает стоять красавица Венера, планета любви, денег, комфорта, красоты. И с 25 января сюда же в 12-й дом на целые два месяца вошел Марс. Поэтому много сил и много своей энергии, много эмоций вы будете вкладывать вот в сферу 12-го дома. Ваше прошлое будет вас будоражить. Многие из вас будут активно трудиться, скорее всего над чем-то тайным, секретным, то, что недоступно для всех. Кто-то будет работать уединенно, но это время тайных романов. Это время, когда могут поступать деньги от каких-то тайных видов, где вы зарабатываете, тайных подработок. Кто-то может отправиться на море, на отдых, в санаторий, в спа. И тайные романы также могут происходить и там. Но также могут активизироваться ваши враги или ваши поклонники из вашего прошлого. Поэтому здесь будьте внимательны. И если особенно у вас есть семья или есть отношения, то подумайте несколько раз, дорогие водолеи. Ваши тайны, они очень быстро откроются, а вот семью или своего партнера вы можете потерять навсегда. В день полнолуния 16 февраля Венера и Марс соединятся, а Венера олицетворяет женское начало, Марс мужское начало. И это соединение произойдет в 17 градусе знака Козерог в вашем 12 доме, о котором мы так много говорили. Это соединение, конечно же, может вам принести какие-то романтические события, которые будут связаны с темой вашего прошлого, ваших бывших партнеров. Возможно, вы решите вновь встретиться с вашим партнером или неожиданно его встретить и опять чувства могут вспыхнуть. Но опять же эту встречу сейчас вы не будете афишировать или даже проведете ее тайно. Возможно, вы решите даже возобновить старые отношения и будете ходить на свидание. Но самое главное, что, скорее всего, пока вы не захотите ни с кем это обсуждать. 16 февраля произойдет полнолуние в 28 градусе знака Лев в вашем седьмом доме. Седьмой дом это дом отношений, партнерства, брака, контрактов, договоров, оппонентов и судебных дел. И полная луна, как вы знаете, она всегда что-то завершает, подводит уже к логическому концу. И сейчас в течение двух недель вы как раз и можете получить вот этот результат по этим делам. Для некоторых из вас это, во-первых, будет касаться ваших отношений, отношений вас с другими людьми. И для некоторых это будет перевод отношений на новый уровень. В этот период что-то или кто-то в течение двух недель может уходить из вашей жизни, освобождая место для чего-то нового, к этому тоже будьте готовы. Поэтому кто-то из вас разведется, кто-то расстанется, кто-то наоборот встретит для себя партнера, соберется замуж. Но может быть также результат, результат по судам, если у вас такие были, вот, то здесь вы можете получить наконец-то этот результат. И результат по контрактам, которые вы можете заключать. Может быть вы решите съехаться со своим любимым, начать жить вместе или даже сделаете свою уже связь официальной, покажете ее всем. Но перемены могут происходить и в вашей семейной жизни, и в жизни вашего партнера по браку. Может истекать срок действия вашего делового контракта, и теперь вы можете его или продлить, или закончить. Ну и даже вот если у кого-то был совместный бизнес, то здесь тоже что-то, какие-то перемены могут произойти, логические перемены, и он может или развалиться, или начаться опять же. Кто-то встретит будущего партнера, некоторые могут открывать свой бизнес, как я сказала, но сейчас также будьте готовы к тому, что полнолуние может открыть какие-то тайны о вашем партнере, о вашем супруге или о вашей супруге, и вы тогда сможете опять же решить, хотите вы это продолжать и что вы будете делать с этими новостями. Те, кто заняты в торговле или у кого есть бизнес, вот здесь может быть всплеск активности, станет больше клиентов, будут поступать интересные предложения, которые будут касаться или работы, или бизнеса, ну а те, кто находились в какой-то безвыходной ситуации, и вы не знали, как поступить с вашими личными отношениями или с вашей работой, то возможно, что вот именно сейчас вы получите ту информацию, которая поможет вам определиться. Если при новолунии в первом доме кто-то поставил вам ультиматум или вы кому-то поставили ультиматум, то вот сейчас проблема, она может обостриться. И эти связи, эти отношения или порвутся, или укрепятся из-за того, что вы переосмыслите и будете готовы уступать друг другу и договариваться. 18 февраля солнце перейдет знак рыбы, ваш второй дом, денег, которые вы зарабатываете, ценности, которые вам принадлежат. И, конечно же, солнце уже сместит ваш фокус на распределение вашего бюджета, на вашу работу, на заработок, на источники доходов. И это будет или время покупок, или время вложений, но это будет хороший период для этих дел. И хороший период для того, чтобы искать хорошую работу, искать подработки. Уделяйте внимание себе, уделяйте внимание своему телу, своему энергетическому балансу, занимайтесь собой. Солнце поднимет вашу самооценку. И постарайтесь побаловать себя чем-то приятным, тем, что будет доставлять вам радость. Еще один приятный аспект Юпитера и Урана ждет вас в районе 18 февраля. Между ними сложится секстиль из вашего второго и четвертого дома. И этот аспект, он опять же, может поднять для вас тему перемен. Перемен, которые будут происходить в вашей семье или в вашем доме, или же с вашими родителями. У кого-то может появиться возможность зарабатывать больше, возможно, открыть свой бизнес или работать из дома. Кто-то может улучшить свои жилищные условия. Юпитер – планета удачи, планета расширения. И, возможно, вы смените место жительства из-за работы, или же можете отправиться даже за границу для того, чтобы зарабатывать. А кто-то начнет зарабатывать больше. И вы сможете позволить себе более престижное и комфортное жилье улучшить условия своего проживания. И еще одно событие произойдет 25 февраля. Квадрат между Меркурием и Ураном из вашего первого и четвертого дома. И вот здесь будьте очень внимательны, поскольку могут возникнуть какие-то проблемы. Проблемы с документами, с оформлением документов, с подписанием контрактов, договоров, с письмами, коммуникациями по теме вашего дома, вашей недвижимости. Это могут быть и сделки какие-то, или купли, или продажи, или аренды. Или же они будут связаны с вопросами ремонта вашего жилья. Но проверяйте все очень тщательно, не спешите. Проверяйте все, особенно если вы это будете делать онлайн, чтобы вы не допустили каких-то ошибок или опечаток. Ну вот такой месяц ожидает вас, дорогие водолеи. Успешного вам месяца и до встречи на моем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!